Добрый день, с вами Татьяна Калашникова. У нас урок живописи и тема этой недели мультфильмы. Мультфильм, который мы сегодня будем рисовать, у нас называется Вверх, как вы уже, наверное, успели догадаться. Для того, чтобы нам его удачно нарисовать, нужно какой-нибудь домик нарисовать, такой, какой у вас получится. Вот, смотрите, после того, как вы его нарисовали, я прикрою вот эти вот части, да, вот мы нарисовали домик. И просто дорисуйте ему донышко, и тогда у нас будет ощущение, что он летит, взлетает. Чтобы рисунок был красивым, я оставлю ту часть, в которой у меня будут шары, вот она вот приблизительно, а все остальное сделаю красивым небом. И вот там где веревочки, и все-все у меня будет небо. Я и намочила его, и сейчас добавляю чуть-чуть облаков голубого, такого хорошего цвета. Так, теперь еще я набрала синего цвета, доделываю здесь облака. Оставлю немножечко внизу белого, прям такое, знаете, хорошее облако. Немножко у меня просвечивает розовый, отлично, пусть будет. Вот это нужно сделать, пока вся бумага мокрая, тогда небо будет настоящим выглядеть, и будет оно все такое прозрачное. Чем шире кисточка для неба, тем удачнее. Я еще оставляю синим, одно облако, вот здесь вот в самом, внизу пусть будет белое. И задуман. Ну, чтобы было такое вот края немножечко вот так водичкой, чтобы не было слишком. А теперь смотрите, я мочу пальчики, да, намочила, и в палитре, ну, начну, например, с красного, взяла и ставлю шары красного цвета. Вот ставлю так, как они ставятся, потом я кисточкой добавлю, но самое главное шары должны быть вот такие, хорошо мокрые. Если мы берем хорошо водички, вот я прям намочила, втулила в краску, и сюда, раз, раз, так, готово. Вот так вот, это очень легко. Потом рядом с красными я буду брать желтые шары, потому что они когда вместе, они очень хорошо смотрятся, даже если один другой перетекает, это не страшно. Вот в желтую краску я тоже добавила хорошенечко воды. Так, и у меня готовый получается желто-красный, такой набор шаров, побольше даже желтого возьму хорошенько, они очень хорошо смотрятся синим, желтый синим, цвета, которые дополняют друг друга. Так, теперь вот смотрите, рядом с желтыми я буду добавлять зеленые, зеленый тоже взяла поярче, и раз, вот гляньте, если он рядышком, один в другой перетек, и не страшно, шары же прозрачные, а не, если один в другом отражается, это даже хорошо. Если с красным будет не очень красиво, потому что, когда перемешивается, получается такой грязноватый цвет, коричневый, а с желтым, чудесно. Так, готово. Так, еще добавлю побольше шаров. Теперь мне нужно немножечко добавить, давайте-ка возьмем фиолетовый, у меня тут есть, фиолетовый можно с красным, он хорошо его затмевает, так, рядышком, готово. Такая интересная работа получается, очень расслабляющая. Так, готово. И последняя возьму синие. Шары чуть-чуть, когда подсохнет, можно синие делать рядом с зелеными, видите, но ни в желтый, ни в красный, он красиво не заходит. Поэтому я чуть-чуть пока дам этим шарам возможность, гляньте, у меня уже домик, получается, летит. Почему этот мультик? Потому что этот мультик о том, что мечты должны сбываться. Потому что этот мультик о настоящей дружбе, о взаимопомощи, о любви и о том, что никогда нельзя сдаваться. Сам домик я сделаю таким светлым. Ну, вот я возьму коричневый, желтый какой-то такой цвет. Окошки можно сразу окрасить, можно оставить, это не играет никакой роли. Донышко нужно сделать темным. Ну, вот прям таким, чтобы оно отличалось по цвету. Можно даже чуть-чуть взять вот такого черного и добавить. Готово. Теперь, смотрите, я беру чуть потоньше кисточку и краешек. Ну, вот такой вот голубой. Смотрю, если блестит, то еще рановато. Вот там, где не блестит, можно проставить окошки. Ну, можно подождать чуть-чуть. Сейчас я выделю края дома, просто, чтобы он у меня был поярче немного. Так, готово. И тут вот эти части немножечко повыделять. Теперь беру чуть-чуть рыженького, такого, еще коричневого. И сюда добавляю крас. Крышу можно немного сделать рыжий. А эти части пусть такие будут. Так, и на донышко добавляю еще. Все, дом готов, когда просохнет, я добавлю сюда голубых окошек. Немножко вот тут желтых каких-то панелей или еще чего-то. Посмотрите, ощущения у меня уже есть. А теперь, когда у меня подсохли верхушки, я беру голубой и добавляю сюда голубых шамров. Так. Ага. Готово. Есть. Все, наша работа с вами готова. Если у вас получилось, то вы молодцы. Я добавляю сейчас окна. Не забывайте, что домик может быть любой. Вы можете сами его придумать. Он от этого будет еще красивее. Вот так вот. Можно добавить, можно не добавлять. Вот здесь вот несколько еще шаров таких. Уже наш домик летит в облака. Теперь мы подписываем. Так, готово. С вами была Татьяна Калашникова. Вот что у меня получилось. Домик, который несется в небесах. Из мультика вверх. Спасибо за урок. Я вас обнимаю. Пока. Пусть ваши мечты сбываются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.